Субтитры создавал DimaTorzok Что казалось бы, обычный спортсмен-трюкач Есть личность популярная и авторитетная Сегодня Александр Иванович Кто не знает, не просто каскадер А президент Ассоциации каскадеров России Президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов Также он является президентом Следующих организаций Федерация Краты России Международный совет по абсолютным поединкам Фонд развития национальных единоборств И многое другое И еще он академик Российской академии кинематографического искусства Ника Прибавьте к перечню достоинств Пепческий талант и продюсерские способности Человек со здоровыми амбициями Александр Иншаков вырос в Москве В очень простой семье Мама обычный банковский работник Отец учитель физкультуры Семья Иншакова жила Как и подавляющее ближайство советской семьи Сначала в бараке, потом в коммуналке Как и подавляющее число советских детей Александр имел доступ к серьезным занятиям спортом В 70-е годы он пробует себя в карате В результате чего получил черный пояс Участвовал в соревнованиях Занимал первые места Затем увлекся айкидо По словам самого Иншакова На Мосфильм попал случайно Также случайно там на него обратили внимание И уговорили исполнить трюки Сам Иншаков категорически отрицает Свою причастность к знакомству С какими-либо криминальными авторитетами Резонно отмечая Что общение с музыкантом, например Еще не делает его Иншакова музыкантом Так и мимолетное знакомство И контакт с каким-нибудь криминальным авторитетом Не делает из него Иншакова преступника Однако спецслужбы США Не верят Александру Иншакову Признав его потенциально опасным Для безопасности Америки И лет 10 назад Как отказали ему в объезде в их страну А все потому Что в 1993 году Некий агент ФБР По имени Лестера Макналти Под присягой дал показания Суть которых сводится к тому Что Иншаков В криминальных кругах Известен как Иншак Лидер одной из преступных группировок Москвы Скорее всего Измайловского ПГ Который в свою очередь Функционирует под прикрытием Влиятельного преступного авторитета России Вячеслава Иванькова Известного под кличкой Япончик Никаких других сведений По этому делу найти нет возможностей Поэтому пусть вышеизложенная Будет всего лишь дополнительным штрихом К биографии Александра Ивановича Среди несомненных успехов Иншакова Конечно является продюсирование им сериала Бригада Который наравне с братом Снят в наших отечественных Лучших традициях Доподлинно передавают атмосферу быт Типа людей Наши обычаи Возможно сериал делает Как раз правильно расставленные акценты В повествовании о нравах и действиях Бан 90-х А без людей знающих В этом деле не обойтись Однако мало кто знает Что после выхода сериала Случился небольшой скандал Связанный с автором сценария Некий белорусский писатель Сергей Медведев Обвинил создателей бригады В плагиате Он рассказал, что в прошлом Находился в тюремном заключении И именно там ему пришла мысль Написать книгу о друзьях детства Которые принесли истинно дружеское чувство На протяжении всей их тяжелой жизни Книга называлась История, рассказанная сыну В 1999 году Медведев предложил ряду российских телекомпаний Эту книгу В виде сценария Никакой обратной связи В итоге писатель так и не дождался Но в ставшем культовом сериале Узнал продуманную им сюжетную линию К слову, продюсерам бригады Сериал принес колоссальнейшую прибыль А речь в сериале шла Об Измайловского ПГ О которой вы можете узнать В других наших видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!